Во второй половине XVI века кальвинизм был широко распространен на юге этой страны. Он стал политическим знаменем, под которым собирались дворяне-южане, стремившиеся ограничить власть короля. Во главе их встали некоторые члены боковой линии правящей династии, принц Канде, Генрих Наварский и адмирал Калиньи. Для королевской власти было естественно опереться на католиков. В Париже был создан специальный суд «Огненная палата». В этой палате велось следствие по обвинениям в ереси и оскорблении католичества. Но глава католической лиги герцог Гис тоже стремился к ограничению королевской власти. Некоторые французские мыслители тех лет пришли к небывалым для того времени выводам. Например, философ Боден предлагал специальным законам ограничить власть короля и даже признавал право народа на убийство тирана. Поэтому короли были вынуждены колебаться между двумя партиями, не позволяя усилиться ни одной. Начиная с 1559 года на юге начинаются беспорядки. Кальвинисты, во Франции их называли гугеноты, стали захватывать церковные владения. Король Франциск II не смог навести в стране порядок. С 1562 года отдельные стычки переросли в настоящую войну. Обе партии пользовались помощью из-за границы. Гугеноты из Германии, Нидерландов и Англии, а католики из Испании. После ожесточенных сражений последовал мирный договор 1570 года, по которому гугеноты получили право занимать государственные должности и исповедовать свою религию по всей Франции. Кроме того, им были пожалованы четыре крепости. Казалось, протестанты одержали очередную победу. Но в 1572 году вожди католической партии с молчаливого согласия короля Карла IX и его матери, королевой Екатерины Медичи организовали резню гугенотов, съехавшихся в Париж для участия в торжествах по случаю свадьбы Генриха Наваррского и сестры короля Маргариты Валуа. Расправа над гугенотами состоялась в ночь праздника святого Варфоломея. Поэтому в историю это событие вошло под названием «Варфоломеевская ночь». За этим последовала новая война. И вновь гугеноты сумели настоять на своем. По мирному договору была подтверждена свобода исповедания. Король был вынужден признать автономию гугенотского юга. В 1585 году католическая знать вновь заставила короля начать войну с гугенотами. Теперь католическая лига во главе с герцогом Гизом сама старалась ограничить власть короля. Французскому королю Генриху Третьему пришлось воевать сразу на два фронта – против гугенотов и католической лиги. Генрих Третий казнил Гиза, но был низложен. Тогда Генрих Третий заключил мир с гугенотами и вместе с ними осадил Париж. Во время осады Генрих Третий был убит монахом, подосланным католической лигой. Еще недавно это было бы немыслимо поднять руку на помазанника Божьего. После этого королем стал Генрих Наваррский, предводитель гугенотов. Но Северная Франция не признала его. Страна разваливалась на части. В ней начались крестьянские восстания. Наконец, католическое духовенство и парижская буржуазия, напуганные размахом беспорядков, признали королем Генриха Наваррского. Генрих, в свою очередь, перешел в католичество. Легенда приписывает ему фразу «Париж стоит мессы», значившую, что ради согласия с населением столицы стоит отказаться от религиозных разногласий. В 1590 году Нандский эдикт завершил религиозные войны во Франции. По этому эдикту католицизм оставался господствующей религией. Но гугенотам предоставлялась свобода исповедания почти по всей стране, за исключением Парижа и некоторых других городов. В течение XVII века Нандский эдикт постепенно ограничивался, пока не был окончательно отменен. Таким образом, во Франции религиозные войны завершились победой католицизма.